Ребята, всем привет! Нынче у нас середина января и что-то вот как-то внезапно захотелось покататься на мотоцикле предлагаю сегодня такой устроить небольшой тест-драйв, но уже не просто так, по райончику никуда не отдаляясь, а вполне конкретную цель имеем купить, например, масло для замены его в мотоцикле потому что, как вы помните, там у меня залита совершеннейшая дрянь, и мотор уже где-то часик поработал, как раз помылся изнутри и можно это масло заменить на какое-нибудь нормальное. Как раз есть недалеко, тут километров 5-7 строительный магазин где можно купить как ни странно моторное трансмиссионное масло я уже посмотрел в интернете так что, почему бы туда не сгонять несмотря на то, что январь погода у нас довольно сухая сейчас вот покажу не сказать, чтобы сильно как-то мокро или снег, или сильно холодно вполне себе божеское состояние дороги так что давайте выкатывать вот этого агрегата на улицу заводить, ну и поедем прокатимся так, начнем с того, что откроем краник включим обогатители вот так вот так, немножечко покачаем отлично врубаем зажигание ну и пробуем тик, давай отлично так, а что-то один цилиндрик работает а, ну да игрался я с зажиганием забыл переключить забыл переключить вот, смотрите сейчас я это дело переключу а и мотор греется на двух цилиндрах вместо одного так, ну и что, поехали потиху обогатители выключил мотоцикл пока холостой не держит так что едем так не сбрасывая газ, скажем так свежо так едется свежо не сказать, что холодно такой ветерок немножко попадает под экипировку но в целом в целом довольно комфортно как бы снега нет особо сильного ветра нет лютых морозов нет мотоцикл работает неплохо так что едется едется так что Так, ну вот масло-то я вижу. Но оно всё моторное, а где же трансмиссионка, она тоже нужна. Пока, пока не нашёл. Сейчас, наверное, похожу ещё по магазину, поищу, потому что как бы только моторного масла мне недостаточно. Хочу ещё и в редуктор что-то нормальное залить, и в коробку передач. Так, оказалось, что трансмиссионки у них в наличии нет, можно только под заказ. Поэтому будем брать пока только моторное. За трансмиссионкой сейчас попробую в ещё один магазин заехать. Взял три упаковочки вот такой вот полусинтетики. Ну, 10В40, потому что 15В40 тут мне, честно говоря, доверие не внушило. Тут ничего не написано, синтетика это полусинтетика или минералка. То есть, по умолчанию делаем вывод, что это минералка. А хотелось бы, ну, хотя бы полусинтетику. Поэтому берём это. Так, ну что, моторным маслицем затарились. Теперь попробуем съездить за трансмиссионным. Так... Интересно, я микрофон включил? Нет, не включил. Так... Во, вот теперь включил. Так, заводим. А, подостыл. Так, ну, поехали. Тут, благо, недалеко, несколько километров. К тому же, в сторону дома. Так что там, может быть, удастся купить трансмиссионное маслице. Затарился маслицем ещё. Удалось найти трансмиссионочку вот в таком замечательном магазине Автолума. Ну, дома уже покажу, что купил и расскажу, чё почём стоило. Слушайте, а тепло-то как стало? Я же, вон, перчатки снял. Еду. Как бы и норме. Тут особо не разгонишься. Потому что, ну, такой довольно плотный трафик. Люди с работы едут. Слушайте, ну, вообще хорошо. Вот прям еду и кайфую. И купил всё, что надо, хоть и недёшево обошлось. И мотоцикл, тьфу-тьфу, едет. Не житьё, а диумисон. Так, ну что ж, вот я и доехал уже в гаражике. И давайте посмотрим, что я, собственно, купил. А вот не сильно-то и много. 3 литра масломоторного и 2 литра маслотрансмиссионного. 100 грамм в коробочку. 100 миллилитров в коробочку, в редуктор. И, если я не ошибаюсь, 1,2 или 1,5 в коробку. По-моему, 1,2. Но надо уточнить по документации. Ну, и в мотор идёт 2,2 по стандарту. Но я взял 3, как бы 2. Всё равно было бы мало. Пусть будет небольшой запас. Теперь по ценам. Значит, масло моторное. Обошлось оно 7,99. Ну, считаю, 8 за литр. Итого 24 евро без малого. Масло трансмиссионное чуть-чуть дороже. Оно стоило 9 за литр. То есть, 18. Итого 24,18. То-то-то 42 евро. Вот эти вот 5 литров масла. Ну, как бы не сильно-то и дёшево, конечно. Хотелось бы дешевле. Но, как бы, что имеем, то имеем. Зато теперь можно залить в мотор нормальное уже масло, на котором можно ездить. Вот у нас и вечер. Время поковыряться. Собственно, залить свежекупленное масло. И тут такой момент, что перед тем, как заливать в мотор новое масло. Ну, понятно, что надо слить старое. А мотор было бы очень неплохо прогреть. Ну, чтобы масло стало пожиже и стекало лучше. Но пока, блин, буду тарахтеть так долго, чтобы прогрелось это самое масло. Во-первых, пол района закопчу. Во-вторых, пол района, ну, не разбужу, но буду беспокоить. И решил я выйти из ситуации вот таким вот образом. Так. А? Как вам? Горелочка на минимальный огонь стоит, греет поддон напрямую. Как бы, мотор сам не нагревается, а вот масло вполне себе, ну, разогреется и до хорошей температуры и довольно быстро. Так что сейчас ждем. И когда все там дело это нагреется хорошенько, будем сливать на горячую. Но пока масло сливается из двигателя, можно не терять времени, а слить его еще и из редуктора. Вот сюда вот вполне сюда себе можно что-то подставить. Слить, залить свеженькое. Ну, и теперь дело осталось за коробкой. Я вот такой желобок соорудил, чтобы в эту вот бутылочку, пятилитровую баклажечку все стекло. Впрочем, то, что там в коробке будет много масла, тоже ожидать не приходится. Мне кажется, туда особо никто ничего не доливал. Ну, я, по крайней мере, точно не доливал. Так, нет, что-то пошло. И даже, знаете, такое похоже на трансмиссионку. Ну и, собственно, пока у нас сливается масло из коробки и моста, можно уже заливать его в мотор. Сейчас вороночку пристраиваем. Теперь берем само масло и потихонечку, помаленечку заливаем. Заливаем. Первую бутылку я могу лить прямо вот смело. Да и вторую, честно говоря, тоже. Потому что уж два-то литра сюда войдет всяко-разно. Главное в этом деле не забыть закрутить эту проклятую пробочку снизу двигателя. Иначе можно налить масло не в двигатель, а в основном на полмастерской. И такие случаи бывали. Ну и такую же процедуру заливки осуществляем в отношении коробки передач и главной передачи заднего редуктора. Осуществляем в отношении. Как-то протокольно получилось. Так, получается я все масло залил. Блин, на удивление, больше всего проблем возникло с коробкой. Очень уж неудобно туда подлазить. Горловина довольно узкая, воронку не вставишь. Пришлось так вот по чуть-чуть подливать. В общем, долго, нудно и абсолютно неинтересно. Но залил, полтора литра в коробке плещется. И получается так, что вот все емкости заправочные уже наполнены маслом. И мотор, и коробка, и задний редуктор. Остается только все это дело испытать. Ну, испытания уже, наверное, будут не сегодня. Сейчас довольно поздно, уже 11-й час. Естественно, я никуда не поеду. Тарахтеть весь район будить не. Уже, наверное, в следующей какой-нибудь поездочке испытаем, как мотор себя ведет на новом масле. Может быть, это, конечно, маловероятно. Но, может быть, будет меньше гудить редуктор. Потому что, да, он гудит. И гудит не слабо. Но это все не сегодня. Это уже на следующее видео. А сейчас буду прощаться. Все, ребят. Всем удачи. Счастливо.